Что же важно для родителей, наверное, это самый важный вопрос, когда ребенок находится в агрессии, как уже помочь ребенку справиться с этим? Все зависит от возраста. И здесь есть некоторые правила, которые очень важны для родителей. Первое, если это незначительная какая-то агрессия, то ее можно не то чтобы игнорировать, но относиться к этому спокойно. То есть, если он проявляет так изредка, не приносит особого вреда никому, то из этого, естественно, не нужно делать трагедию. Но он отработал это, пришло к нему это чувство, он это выплеснул. То есть, агрессия это как энергия какая-то, отрицательная, которая вышла из него, ну и все. Например, не получилось что-то, произошла фрустрация, дальше у него гнев, он разгневался, уже был с таким действительно характерным лицом. Когда ребенок гневается, мы можем видеть это конкретно, сжимает кулаки, сискивает зубы. И дальше у него пошло действие, он взял и бросил этот кубик, не получилось. Ну, нормально. То есть, если это так бывает, изредка, то ничего. То есть, он немножко, может быть, даже и поплакать может чуть-чуть, ничего. Когда расстраивается, потом выплеснет эту энергию и, собственно говоря, приходит в себя. Поэтому ничего плохого в этом нет. В этом случае мы вообще не акцентируем на это внимание. Единственное, что мы можем, ну, как бы пожалеть. Потому что очень часто дети говорят, пожалей меня, вот, потому что у него что-то не получается. Мы обязательно должны не только, там, пожалеть, но и, может быть, даже переключить на какое-то интересное занятие. Потому что, если вдруг он начал проявлять какую-то, там, да, свою агрессию по отношению, там, к игрушкам. Вот, сказать, ну, окей, да, слушай, может быть, мы с тобой чем-то другим займемся сейчас. Ну, ребенок это отреагирует, это чувство, и скажет, ну, через какое-то время скажет, ну, давай. Опять же, очень важно, какие правила есть, очень важно оценивать не самого ребенка. Ты что, как ты можешь, мы ни в коем случае не должны так говорить. Мы должны оценивать прежде всего его поступки, то есть его какие-то поведенческие моменты. Опять же, спокойным, уверенным тоном нужно объяснять ребенку, что вот это, на самом деле, его агрессивное поведение вредит. Безусловно, он должен как-то это, не только спокойно сказать, слушай, ну, мне не нравится, на самом деле, ты сейчас сердишься, я это вижу. И мне вот неприятно, что ты сейчас так ругаешься, там, злишься, сердишься, начинаешь что-то бить, там, крушить. Ну, вот, здесь мне не нравится, что ты там громко кричишь, но если тебе важно это, ну, да, я понимаю, я тебя очень понимаю. То есть здесь, что очень важным моментом является? На самом деле, не нужно укорять ребенка, это вообще очень важный аспект. Это выход какой-то, и то, что мы видим в агрессивном поведении, это то, что ребенок просто выплескивает что-то, да, и ему, на самом деле, в этот момент очень плохо самому. То есть ему нужно помочь, ему нужно помочь справиться с этой историей. Поэтому здесь нужно встать абсолютно точно на сторону ребенка. Есть некоторые моменты, когда мы должны, конечно же, сохранять свои собственные эмоции. Как можно требовать от ребенка успокоиться, когда мы сами начинаем сердиться, когда к нам, к самим приходит гнев, и мы начинаем кричать ему, ну-ка, успокойся, да. Это абсолютно неконструктивно. Мы еще больше его пугаем, мы еще больше его загоняем в это состояние. Дети очень хорошо чувствуют вообще-то эмоции родителей, и иногда даже специально их могут провоцировать на какие-то, ну, такие ответные, такие, ну, ответную агрессию. Задача показать, родителю показать на своем собственном примере, как можно вообще-то с агрессией справляться. Ну, можно сказать о своих чувствах, например. Слушай, я сейчас на самом деле что-то очень там расстроен, я там рассержен. Ты знаешь, я что-то очень сильно устал, и я сейчас, дай мне сейчас там 10-15 минут, чтобы я мог там немножко передохнуть, в конце концов. Вот, и чтобы вот тоже не вызывало это, собственно говоря, такого, такой реакции стороны детей. Опять же, здесь очень важно не проявлять вот этих негативных эмоций в момент, когда ребенок злится, когда вот он гневается, когда у него есть вот этот вот выход этой агрессии. И ни в коем случае нельзя над ребенком смеяться в тот момент, когда у него происходит вот это агрессивное поведение. Ну, бывает, что вот там у бабушек, да, или там у папы, или у кого-то еще, ну, возникает, ну, может, даже у мамы иногда возникает. Ох, когда он начинает драться, да, начинает подбегать, вот здесь начинается смех. Ни в коем случае надо высмеивать. Для ребенка это серьезный момент в жизни, и он действительно очень сильно переживает. У него там очень много всяких процессов. И для того, чтобы он не расценил это как издевательство, да, соответственно, или унижение, то, конечно, ему очень важно дать, ну, какую-то правильную, позитивную обратную связь. То есть, на самом деле, принять, что он сейчас сердится. Очень важно сохранять репутацию ребенка. В каких случаях? Вот публичная такая расправа, да, например, когда на детской площадке ребенок начинает с кем-то сражаться, да, там, например, или что-то бить, или что-то ломать и так далее, или у него он входит в это состояние. Возможно, это вообще не было связано с тем, что у него кто-то что-то отобрал. Возможно, это вообще накопившаяся какая-то история. Скорее всего, там, он или уже устал, потому что долго гуляли, или вообще гулять не хотел идти. Или же у него что-то произошло до этого. Вот ряд этих фрустраций, да, и тут это, как говорится, как спусковой крючок, это вылилось в том, что там, например, там его там приятель, или какой-то там дружочек по этой песочнице, значит, у него отбирает какую-то игрушку. И все, и пошло. И здесь очень важно сохранять, опять же, спокойствие. И родители спрашивают, а что же делать в этой ситуации? Первое, что нужно сделать, конечно же, постараться из этой ситуации ребенка вывести. Самым лучшим вариантом – это просто его увести куда-то. То есть вынуть из этой ситуации агрессивный, так называемый. Нужно, опять же, спокойствие показывать ему и быть, опять же, как бы то ни было, быть на стороне ребенка. Потому что вы своего ребенка гораздо лучше знаете, чем, например, мама другого ребенка. И вы понимаете про своего ребенка гораздо больше. Но даже если вы не поняли, почему, но проанализировать можно. И встать на эту позицию тоже очень важно. Что, наверное, это произошло случайно, может быть, ты там не очень хотел, там и так далее это сделать. Потому что ребенку и так-то потом становится там стыдно, больно и так далее. То есть ни в коем случае нельзя его в тот момент, когда он там проявил это все, с ним не надо разговаривать, его не нужно отчитывать, тем более это делать прилюдно. Особенно это касается возраста 4, там до 5, до 6 лет. Вот этого делать не стоит. Чуткость внимания позволит своевременно заметить, устранить причину вот этого агрессивного поведения. Мы уже все знаем, что на самом деле есть уже какие-то предвестники, что сейчас ребенок может начать проявлять агрессию. Когда он что-то, например, очень сильно просит, и мы уже видим, что он уже начинает заводиться. И в этом случае что нужно сделать? Есть несколько путей, вы можете согласиться и дать ему то, что он просит. Но на самом деле бывают такие ситуации, действительно, когда мы думаем, попросил он у нас что-то купить. Мам, сок, хочу сок. Идете вы из детского сада, зашли в магазин. Мам, я хочу сок. Ну, вы знаете, что, в принципе, вы не особо покупаете, но ребенок устал, у него целый был рабочий день в детском саду. И почему бы не купить? Тогда вы просто снимаете вот этот накал вот этих вот страстей и убираете вот это состояние тем, что вы позволяете ему, ну, ребенок выпил сок, он расслабился, он там получил свое, и, собственно, все счастливы и спокойны. Но бывают такие ситуации, когда мы все-таки выстраиваем определенные границы, когда у нас есть правила. Я говорила об этом, что для ребенка очень важно, особенно в возрасте от 3 до 5 лет, как раз устанавливать эти правила и придерживаться этих правил. Тоже важно. Что тогда происходит? Ребенок может провоцировать вас, и он может начать плакать даже, да, как мы говорим, там, истерить, да. Но на самом деле он должен поплакать, и если вы говорите ему, что я тебя понимаю, но, к сожалению, у нас есть с тобой правила, то есть, опять же, спокойно к этому относиться, то это в результате закрепится в его, опять же, голове, да, и в его поведенческих каких-то моментах, и он поймет, что действительно у него есть правила, ну, поплакал, выплакал, да, это все, и вы его пожалели, ну, и он решил. Они очень часто даже сами говорят, ну, потом мне, мама, может быть, это действительно и даст. То есть, происходит некая адаптация у ребенка к ситуации. Поэтому очень важно, безусловно, если вы последовательны, да, в своем поведении, то и у ребенка тоже будет некое принятие вот этой ситуации. Что же еще очень важным моментом может быть? То, что нам, конечно же, нужно справляться со своими собственными чувствами, и, безусловно, очень часто мы не можем с этим справиться, и начинаем что делать? Как правило, мы начинаем кричать. Что же может вызвать, как бы, наш крик у ребенка? Ну, прежде всего, он вызывает у ребенка страх. Опять же, внешний вид кричащих людей сложно вообще назвать каким-то привлекательным. Вот вы, может быть, даже задумались когда-нибудь, или, может быть, даже обратите внимание, посмотрите на себя в зеркало, когда вы в гневе. Вот это видит ваш ребенок. И я понимаю, что мы не должны улыбаться, безусловно, все эмоции должны быть четкими, но, тем не менее, когда ребенок и так-то, в общем, напряжен, то мы добавляем тем самым еще большего напряжения, и мы создаем у него еще ощущение страха. То есть тогда мы показываем ребенку, что на самом деле он не должен проявлять, вот не должен выплескивать эту свою агрессию, не должен очищаться, так называемо, да, а что он должен делать? Он должен молчать, он должен сдерживаться, потому что мы своим как раз лицом негодующим и своими действиями можем прям действительно загнать эти чувства вовнутрь. И в результате получится, что у ребенка наступит вот эта вот аутоагрессия, такая, да, как мы говорили, пассивная агрессия, когда он будет направлять ее на себя, и это очень плохо, это очень разрушительно. Стало быть, агрессию нужно все-таки проявить. Дальше, недоверие, вот постоянные какие-то окрики, да, приводят к тому, что на самом деле, ну вот ребенок там перестает как-то доверять, и он в следующий раз просто не захочет делиться своими проблемами. Дальше, опять же, насилие, если мы говорим про, опять же, какие-то физические наказания в ответ на агрессию. На самом деле, вот любой крик громкий, со словами какими-то, как ты мне надоел, что же это такое, или же еще физическое какое-то прикладывание рук по попе, или же там за уши, или еще куда-то, ну в общем, это все равно является все-таки моментом насилия, эмоционального и физического, поэтому это не совсем верно. Очень важно, чтобы все-таки ребенок не был наказан, скажем так, за то, что он там проявил эту агрессию. Я вообще отдельно могу поговорить на следующих вебинарах по поводу все-таки наказаний. Я не сторонник наказаний, и, наверное, за все время, будучи мамой многодетной, ну может быть, там было несколько, один или два случая, когда и то это не про наказание больше, а про какую-то там про расстановку границ определенных, когда я сказала, что извини, но я вынуждена тебе отказать, потому что, ну мы с тобой договаривались, ты нарушила правила. И тогда вот появились, там появлялись эти слезы, они называются еще слезы тщетности, проявляющиеся в том, что вот она там проплакалась, да, моя старшая дочка, и у нее абсолютно точно было такое состояние принятия потом. Она сказала, ну да, в общем, ты права, действительно, мы с тобой договаривались, вот, и я это нарушила, ну это единственное, наверное, что было, что я могу сейчас припомнить. Следующий момент, что может вызвать крик? Ну, конечно же, неуверенность в себе. У детей, когда ребенок что-то делает, проявляет свою какую-то агрессию по отношению к каким-то предметам или действиям, ну, в общем, в любом случае мы не должны на него кричать, потому что это может вызвать, опять же, некую неуверенность в себе. И принятие такое, да все равно на меня там накричат, буду делать, почему же все-таки родители начинают кричать, вместо того, чтобы поговорить спокойно, почему все начинают кричать, ну не все, естественно, а многие начинают кричать, не справляясь со своими, опять же, эмоциями. Конечно же, первое, что это стресс и усталость. Вот вы приходите с работы, вас там расстроил, например, ваш начальник, или же у вас что-то не задалось, поссорились с мужем, или же не очень был приятный разговор с подругой, или еще, еще, еще что-то. То есть вы как бы фрустрировали в этот момент, у вас было много разных фрустраций, тогда тут вдруг ребенок начинает проявлять какую-то свою агрессию. Тогда вы что начинаете делать? Вы как будто бы выплескиваете. Этого делать, конечно, не стоит. И выплескиваете это в виде крика. Нужно постараться все-таки себя немножко в этом плане сдерживать. Почему кричат родители? Ну, во-первых, бывает такое самое простейшее, это то, что вообще-то семейные какие-то традиции. Ну, то есть моя мама с папой там кричали, бабушка с дедушкой кричат, но я буду кричать. Ничего такого страшного в этом нет. Потому что мы таким образом показываем криком свою власть над ребенком и считаем, что это действительно там повлияет, когда он начинает так себя плохо вести, агрессировать. Это повлияет на его поведение. Но я должна так сказать, может, конечно, и повлияет, может быть, действительно вы остановите процесс в какой-то степени, но опять же вы загоните чувство вовнутрь, и это будет разрушающим для ребенка. Следующий момент. Обычно мы кричим, когда у нас нет никаких аргументов, когда мы не знаем, что сказать. Это тоже бывает такое. Часто вы, наверное, с этим встречаетесь. Следующее – это еще опека. Ну, вот как бы ни странно это звучало, но родители кричат на детей, потому что переживают за них. Но на самом деле, когда здоровью угрожает безопасность, то мы, конечно же, начинаем кричать. Безусловно, не забывайте, что все то, что мы делаем, абсолютно точно зеркалится нашими детьми, потому что родители являются прям реальным образцом поведения для детей. Вот перечислены вот эти причины, которые как бы позволяют родителям кричать на своих детей, позволяют в кавычках, на самом деле не совсем имеют какой-то позитивный момент, потому что все-таки надо с собой работать, нужно все-таки думать, трудиться над своим поведением в том числе, и задуматься о том, а что я хорошего дам своему ребенку, если я буду кричать. Но все же бывает ситуация, когда мы действительно можем крикнуть. И что сделать в этом случае? То есть, это не постоянный крик, или просто это единичный случай, то мы абсолютно точно должны потом с ребенком поговорить, чтобы его не запугивать, а поговорить с ним, сказать, слушай, я вот на самом деле… и объяснить, и извиниться очень часто, потому что это очень важный момент. Как же научиться себя контролировать? Я сказала, что первое, что это все-таки должно быть стремление себя немножечко поменять. Ребенок не виноват в том, что у вас там есть какие-то проблемы на работе, или у вас там проблема с мужем, опять же, в личной жизни. Следующий момент, когда чувствуете, что вот-вот сорветесь, то что важно сделать? Важно взять некую паузу. Можно сделать следующий момент, ну, можно просто выйти из этой ситуации, то есть, видя, что вы сейчас будете гневаться сами, вы просто уходите куда-то, можете отойти либо в комнату, либо это в туалет, там, да, немножечко помыть руки, или же там сделать какое-то действие, потом вернуться уже более спокойно, потому что очень важно для нас, как для родителей, донести все-таки до ребенка, что мы хотели ему сказать, и донести наше мнение, вот, поэтому срываться не стоит. Следующий момент, если ребенок достаточно взрослый, чтобы понять ваше состояние, ну, то есть, как бы усталости, или еще чего-то, на самом деле вы можете действительно ему сказать про это, просто рассказать. Дай мне возможность, и я сейчас приду в себя, и сейчас не готова с тобой вообще говорить, сейчас вообще не хочу про это, и вот давай немножко попозже про это поговорим. Опять же, очень важно, если вы чувствуете, что вы сейчас начнете срываться на ребенка, это воспользоваться услугами либо там няни, естественно, либо каких-то там родственников, потому что, ну, невозможно, если вы особенно находитесь 24 на 7 с ребенком, то это очень сложно. Бывает и много разных дел, и волей-неволей иногда бывает, мы сами не замечаем, как начинаем немножко агрессировать сами. Поэтому нужно воспользоваться все-таки каким-то тайм-аутом и позвать на помощь, ну, кого бы то ни было. То есть это либо мужа, либо же это может быть там няня сказала, там бабушки и так далее, и так далее. Если не удалось в какой-то момент проконтролировать свои эмоции все-таки, я вам сказала, что очень важно здесь все-таки рассказать об этом потом, сказать, слушай, мне вот это плохо, и то, что я так поступила, я прям очень сильно раскаиваюсь, мне вот на самом деле неправильно, я разозлилась, но это вот, понимаешь, это вот с тем-то, с тем-то, с тем-то связано. Плохо, что я там накричала, прям считаю, что это нехорошо. Ты прости меня, пожалуйста. Естественно, бывают, как бы опять же, разные ситуации, и нет, может быть, какой-то уникальной формулы для всех родителей, для всех детей, людей, но очень важно понимать, что вот эта вот агрессия, которая у ребенка возникает, что она на самом деле это следствие, опять же, чего-то, да. Вот это прям основной момент. И если мы уже будем понимать про ребенка, что может вызвать у него такую агрессию, там замечать, анализировать, то мы уже можем и предвосхитить некоторые моменты, и, собственно говоря, может быть, даже там и не допустить этой агрессии. Очень важно, конечно же, ребенку особенно до 5 лет вот рассказывать о каких-то чувствах, о своих чувствах. Бывает такая ситуация, когда у ребенка даже в 7 лет, там или в 8 лет, бывает вот это, когда он не может, это состояние агрессии, когда он не может себя контролировать, когда у него, прямо настолько его там эти чувства распирают, что он это выплескивает постоянно. Но это говорит о том, что у него не сформирована еще до конца вот эта эмоциональная часть, и очень важно ему дать все это про эмоции. Поэтому основным моментом является то, что ключевым моментом в том, чтобы ваш ребенок умел, так сказать, контролировать там эту агрессию в дальнейшем. Очень важным моментом является то, что вы будете с ним общаться все-таки, рассказывать ему ситуации какие-то, разговаривать с ним и прям прорабатывать, как это было у вас, делиться своим собственным опытом, говорить о том, что можно было бы сделать, чтобы эту ситуацию решить. Часто я рекомендую, особенно если возникает агрессия между братьями, например, или сестрами, воспользоваться, знаете, таким интересным упражнением. Когда вы приходите, например, они обязательно могут прибежать к вам, эта парочка, и начать просто агрессировать, вы это видите, они начинают драться. Что нужно сделать в этот момент? Ну, прежде всего, спокойно, да, сказать, так, стоп, так, остановитесь меня, послушайте, значит, вместе подойдите ко мне, немножко внести некую долю такого диссонанса в этот вых, сейчас, в это их взаимодействие, сказать, так, все-все-все, стоп-стоп, я здесь, я это все вижу, вы там сердитесь друг на друга, а теперь давайте мы успокоимся, и когда они немножко пришли в себя, это там 10-15 минут, чуть-чуть, да, вы их там, ну, может быть, даже это и слезы были, вы их пожалели, и дальше вы можете взять листок бумаги и пригласить их в такое упражнение, предложите им написать, а как можно было бы решить вот ту ситуацию, вот эту ситуацию, но другим путем, например, то есть пусть они расскажут, какие еще есть возможные средства для решения вот этой ситуации, пусть они напишут это, и этих пунктов может быть там, ну, порядка 7-9-10, давайте подумаем вместе, а вот что могло бы быть альтернативой вот этому вашему поведению сейчас, то есть как вы могли бы разрулить эту ситуацию, во-первых, это переключает детей, безусловно, это какое-то такое упражнение для них очень интересное, то есть, и они потом выбирают из этого, из этого списка то, что действительно им было бы альтернативой, да, оказывается, мы могли бы по-другому так себя вести, таким образом мы научаем детей взаимодействовать и вот друг с другом не агрессировать, тоже такое очень интересное упражнение, есть такие ситуации, когда мы, например, то есть ребенок проявляет агрессию, и мы начинаем, это тоже как некое упражнение такое, мы начинаем с ним разговаривать, слушай, а скажи, пожалуйста, кто это у тебя там внутри, вот так вот, все время злится, кто это сердится, давай мы как-нибудь его назовем, то есть, опять же, он что-то, вот ты хорошая из серии, да, а вот тот, кто там тебе мешает, он не очень, да, он тебя все время провоцирует на что-то, ведь ты же классный, там, у меня добрый, хороший там мальчик, да, или там, ты у меня добрая, хорошая девочка, кто же тебе мешает вот это, давай мы с тобой подумаем, что там за какая-то такая у тебя история внутри, которая не дает тебе вот там спокойно реагировать на это, в общем, в этом случае мы можем там сказать, ну, придумай, давай мы придумаем вместе с тобой, кто это может быть, может быть, там это у тебя внутри, там это разъяренный лев, да, вот он у тебя там сердится, а кто тебе может помочь в этом моменте, а в этом моменте может мне, может быть, там помочь какой-то другой персонаж, который у тебя там тоже там прячется, давай мы с тобой заглянем, придумаем с тобой эту историю, кто тебе может помочь, а там может помочь там какой-нибудь там, например, там мудрая сова, таким образом, что мы делаем, мы учим ребенка все-таки регулировать вот это, его агрессивная, агрессивность, его поведение агрессивное, даем ему, опять же, обратную связь, что я с тобой, мы пройдем этот путь, тобой вместе я тебя принимаю я понимаю что ты хороший там я понимаю что тебя все получится это вера в ребенка всегда дает возможность ему почувствовать себя действительно сильнее там успешнее и так далее преодолеть эту агрессию быстрее а вот поэтому все чувства должны быть проговоренные то что мешает должно быть прям действительно увидено родителями проговорено очень часто бывает что мы применяем такую технику как там например там выбить там пыль из подушек то есть я тоже про это говорила как игра такая терапевтическая когда вы видите что ребенок сильно взбудоражен там он уже начинает гневаться у него там много было разных моментов перед этим он начинает гневаться и вот сейчас это все проявится в агрессии в данной ситуации вы можете сказать о вижу ты уже сейчас начинаешь закипать по ходу да ну давай мы сейчас это все с тобой давай позволить нужно чтобы ребенок выплеснул эту агрессию то есть например взять подушку давай-ка мы сейчас ее с тобой немножечко поколошматим вы сами ты в общем то в этом случае находите уже уже в состоянии там какой-то такой немножко фрустрации потому что ну иногда не знаете как поступить ну примите правила этой игры и переключите ребенка дайте ему выплеснуть эту энергию начинайте с этой подушкой можете даже подушечные бои устраивать дайте эту подушку ему чтобы он там ее мог побить похватать вместе можете даже эту подушку как-то да там подергать вот и покажите покажите ему что вы абсолютно точно на его стороне в этом случае он будет спокоен он примет это как за игру и у него пройдет вот это вот состояние безусловно разговаривать необходимо когда же нужно поговорить да в общем поговорить нужно обязательно про его поведение обычно я рекомендую это делать вечером проводить такие вечерние так называемые вечерние конференции может быть не совсем там перед сном но практически да когда вы там уединяетесь когда вы читаете книжки если у вас есть традиция что вы взаимодействуете с ребенком перед сном вы его укладываете спать в принципе можно поговорить с ним про это и там спокойной атмосфере спокойной ситуации но абсолютно точно не обвиняя просто отказать свое мнение сказать что ты знаешь бывают такие ситуации очень отстраненно и у меня такая ситуация была как правило мы рассказываем о своих каких-то победах мы говорим что у меня тоже так было вот и со мной вот было вот так то да очень хорошо работают в этом случае различного рода психотерапевтические сказки я точно в чат выложу по поводу агрессивности несколько сказок чтобы вы имели представление об этом и они могут быть вами как-то изменены опять же вы можете их придумывать сами тот кто не умеет придумывать сказки кто не умеет их рассказывать или придумывать то в общем можно воспользоваться как раз вот это шпаргалочка которую я дам вот и здесь очень важным моментом конечно же является то что я говорила это принятие 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 ситуации принятие ребенка и понимание того что если ребенок проявляет агрессию то это не означает что он какой-то там плохой но если я как говорила ранее это не не слишком у него не ежедневно и постоянная да вот такая вот у него история с этим агрессивным поведением вот пусть он это отработает все эмоции он должен знать как говорится в лицо и про это понимать чем быстрее он научится тем быстрее у него созреет как раз вот это вот наша история там про мозг который уже умеет регулировать то есть это префронтальная вот эта зона головного мозга которая умеет уже координировать и регулировать поведенческие моменты в том числе и агрессию безусловно принимать решение когда ребенок может делать ему сейчас это или не делать входить в это или не входить какая альтернатива может быть этому стоит ли это сейчас проявлять или все-таки потом может быть проект поговорить и действительно как перенаправить эту энергию в другое русло собственно говоря это вот то что я хотел основное хотела вам сегодня рассказать я очень жду вопросов